Премия «Лучшая работа года», направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства Абхазии, присуждается уже более 20 лет. Творческое состязание – это хорошая практика, но достаточно условная. Ведь главная цель – выявление лучших работ молодых художников и признанных мастеров для дальнейшего приобретения их в Государственной национальной картинной галереи как часть современной истории искусства Абхазии. Живопись, графика, керамика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – очень много направлений, среди которых профессиональное жюри должно было выбрать три лучшие работы. Комиссия, которая согласно положению Министерства культуры, она выбирает и работы, которые в зале будут тоже. И затем уже из этих работ выбирает лучшие. Более 20 художников приняли участие в конкурсе. Все работы должны были быть написаны именно в 2022 году. Некоторые мастера представили на суд профессиональной комиссии сразу по несколько картин. В итоге лучшая работа 2022 года у Виталия Дженни. Он представил скульптуру женщины с цветком, символизирующим весну. Отмечая важность данного мероприятия, Виталий Дженни вспомнил, как создавалась идея премии «Лучшая работа года». В 2001 году при Владиславе Григорьевиче было вот это придумано. Когда официально написали письмо ему, послали, и он когда увидел, вызвал меня и сказал, «Я очень рад, что вы придумали такое мероприятие, которое будет поднимать дух художника». Второе место заняла работа «Золотая палитра» Руслана Габлия. Помимо этой работы художник представил еще одну картину с необычным названием «Дедушка и Амкуапха». В своей работе художник изобразил своего деда, который всегда надевал башлык. А Амкуапха – место в селе Отхара, где маленький Руслан проводил свое детство. Мне приходилось там тохать, мне приходилось там пахать. Я стоял, когда меньше был впереди быков, когда поле пахали. То есть это место для меня такое связано с детством, с жарой. И там место есть, где родниковая вода. И с этим вкусом этой воды. И когда не стало моего деда, это место мы перестали там пользоваться этой землей. Она как-то заросла, все это. И виноград колючками зарос. Вот вы по памяти рисовали, получается? Да, да. Ну, у меня в голове это всегда какое-то такое чудное детское, жаркое, красное. Я не знаю, почему. Она связана всегда с работой, с трудом и с жарой. Третьего места удостоился художник Гвиссарион Свишба и его произведения «Абхазо-Грузинская война в Могвах» 1918 год. На выставке также от лица представительства Россотрудничества в Абхазии была награждена грамотой за многолетний труд и вклад в развитие декоративно-прикладного искусства Людмила Будяк. В этом году в отчетной выставке члены Союза художников Абхазии представили 35 работ. Выставка продлится до 13 декабря.